Фауст Патрон. Гроза танков или переоцененная безделушка? Давайте разбираться. Разработка гранатомета Фауст Патрона, или как его еще называли Панцер Фауст, была начата в 1942 году в Лейпциге германской фирмой Хосак и, начиная с августа 1943 года, широко использовался частями вермахта и войск СС на всех фронтах для поражения танков и других бронированных целей на дальностях от 30 до 100 метров. В зависимости от эффективной дальности стрельбы различались следующие типы Фауст Патронов. Разработка последнего не была завершена в связи с поражением Германии. Эти модификации отличались прицельными приспособлениями, калибром гранаты и весом. Фауст Патроны всех образцов сходны по устройству и совершенно одинаковы в применении. Они состоят из ствола и мины кумулятивного действия, вставленных хвостовой частью в ствол. Ствол имеет стреляющий механизм и прицельную стойку. Внутри ствола помещен пороховой метательный заряд в картонном футляре. Мина состоит из двух частей, скрепленных на резьбе. Головной, выступающий из ствола, и хвостовой, находящийся в стволе и снабженный свернутыми лопастями стабилизатора. При нажатии на кнопку стреляющего механизма освобождается ударник, который накалывает капсюль-воспламенитель, воспламеняющий пороховой метательный заряд. Под действием образовавшихся пороховых газов мина вылетает из ствола, при этом лопасти ее стабилизатора выпрямляются. Взрыватель мины взводится при вылете из ствола и при встрече с преградой срабатывает мгновенно. В зависимости от модификации фаустпатрона, его мина пробивала лист броневой стали толщиной от 140 до 200 мм, а мина, так и не поступившего на вооружение фаустпатрона 150 метров, могла пробить лист стали толщиной от 280 до 320 мм. Несмотря на то, что фаустпатрон являлся оружием одноразового использования, в частях вермахта был организован сбор использованных стволов, которые затем вновь заряжались минами в заводских условиях. О масштабах использования фаустпатронов говорит тот факт, что на 1 ноября 1944 года в частях вермахта имелось 1 млн 48 тысяч единиц этого оружия. Расход фаустпатронов в этот же месяц составил 209 тысяч единиц. Всего за три последних месяца 1944 года и за три месяца 1945 года было произведено 5 миллионов 600 тысяч фаустпатронов всех модификаций. Наличие такого количества фаустпатронов позволяло создавать их плотность на километр фронта 30-40 единиц, что резко ограничивало возможности действий механизированных соединений противника. И еще большая концентрация фаустпатронов должна была достигаться в зоне действий дивизии истребителей танков, формирование которой было начато в январе 1945 года. Входившие в ее состав батальоны состояли из групп истребителей танков, возглавляемых лейтенантами-фронтовиками, имевшими опыт борьбы с танками средствами ближнего боя. Фаустпатроны были основным оружием этих групп. Советские танковые войска несли значительные потери от фаустпатронов. В боях на подступах к Берлину весной 1945 года потери в танках от них составляли от 11 до 30%, а в уличных боях в Берлине до 40%. А как отзывались о фаустпатроне советские военачальники? Цитата маршала бронетанковых войск командующего 2-й гвардейской танковой армии Богданова. «О фаустпатроне, я не могу согласиться с тем, что фаустпатрон являлся препятствием для танковых войск. Я считаю, что это переоценка фаустпатрона в берлинской операции. Вы спросите, почему фаустпатрон находился в руках необученного морально, физически и военно неподготовленного солдата германской армии Фольксштурма, и поэтому он не являлся таким грозным оружием для нашего советского непревзойденного танка Т-34. Во время наступления, я очень серьезно разговаривал со своими командирами корпусов, командирами бригад, личным составом и выяснил, что фаустпатрон являлся жупелом, которого иногда группы или отдельные танки боялись, но повторяю, что в берлинской операции фаустпатрон не являлся таким страшным оружием, как представляют некоторые». Конец цитаты. Выдержка из выступления командующего 8-й гвардейской армии генерала-полковника Чуйкова. «Я еще раз хочу особенно подчеркнуть на этой конференции большую роль, которую сыграло оружие противника. Это фаустпатроны. 8-я гвардейская армия, бойцы и командиры были влюблены в эти фаустпатроны, воровали их у друг друга и с успехом их использовали. Кстати, эффективно. Если не фаустпатрон, то давайте назовем его Иван Патрон, лишь бы у нас поскорее он был». Конец цитаты. Начальник главного артиллерийского управления Красной армии маршал артиллерии Яковлев после войны писал следующее. «В нашем управлении не нашлось активных сторонников таких средств борьбы, как фаустпатрон. Считалось, что, коль скоро в войсках из-за малой дальности не пользуются популярностью даже 50-мм миномет, то зачем, дескать, создавать наряду с ПТР еще какое-то средство ближнего боя. К тому же, мол, есть и противотанковые гранаты. В итоге у нас так и не было создано оружие, подобного тому, которое имелось у противника. А ведь враг очень эффективно, особенно в последние месяцы войны, применял фаустпатроны и против танков, и в боях в населенных пунктах». Конец цитаты. Если видео было вам полезным, то не поленитесь оценить его лайком и поддержать осмысленным комментарием. Ваша активность очень важна для продвижения видео на ютубе. Заранее большое спасибо.